здравствуйте дорогие друзья и зрители сегодня к нам на распаковку попал телефон sony xperia s телефон имеет 12 7 пиксельную камеру может снимать full hd у него hd-шный экран 1280 820 4 3 дюйма экран 1 и 5 герца процессор 2 ядерный имеет сертификат playstation экран выполнен по технологии mobile bravia engine здесь еще есть технология 3d снимков свип панорама x-load какой-то не знаю что это такое что здесь еще есть hdmi разъем для подключения к телевизору и компьютеру коробочку вытаскивается в комплекте у нас есть наушники usb кабель зарядка и соответственно ману xperia s и собственно сам телефон сам телефон выглядит довольно респектабельно красивый внешний вид такой вот у него черный динамик здесь есть микрофон для шумоподавления вспышка ярко 12 мм пиксельная камера здесь у нас находится разъем для наушников 35 здесь же кнопка блокировки разблокировки качелька громкости отдельная кнопка под камеру соответственно hdmi выход здесь еще что это для того чтобы на крючок его цеплять еще есть такая прикольная вставочка здесь пластиковая там на камеру здесь не видно но там есть значки home назад и меню они как будто в середине находятся этого пластика в воздухе подвешено смотрится прикольно телефон я уже включил даже потестировал оболочка такая интересная фирменная прикольно вот эти клавиши сейчас светится еще видится сейчас должны погаснуть погасли снова светится телефон работает достаточно шуфт не тормозит несмотря на то что здесь двухъядерный процессор но вполне достаточно набирает он в antutu больше чем fly iq 44 91 несмотря на то что тут четырех ядерный это двухъядерный набирает 14000 а тут на четырех ядерный набирает 14 с копейки на то есть разница в процессоре конечно серьезно так полустройка телефон так версия android 4.0.4 модель телефона LTE 26i здесь даже уже обновление приходило было но я его еще не ставил посмотрим что там такое у нас так показать протестируйте девайс он сбросил рекорд ну не рекорд а именно сколько баллов он набрал ну ладно неважно LTE 26i так тестировать уже не будем долго ждать поэтому сейчас посмотрим просто параметры какие у него здесь так выход выход а вот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть попугаев он убрал так что у нас здесь внутри кстати этот телефон поддерживает десять точек касания это конечно прикольно так экран 1280 на 720 до смея писали камеры так процессор здесь Qualcomm Snapdragon MSM круто понятно так 32 гигабайта внутренней памяти 1 гигабайт оперативки только почему то здесь пишется 600 тысяч мегабайт но это может особенность прошивки два ядра 32 битная система 1.5 ггц так где то тут у нас был касание мультитач так сейчас продемонстрирую сука здесь так на камере не видно правда попробую сейчас пальцами тут повставлять как то вот так вот 10 точек касания надела на таком маленьком экране 3G, вот это да, нормально, обычно там каких-то с подобными параметрами телефона, там 2 ядерные МДК, еще 5 точек, там 2 касания, 3 касания, здесь 10, очень даже неплохо, телефончик, конечно, интересный, оболочка здесь довольно красивая, нужно менять типы, делать их разными цветами, вот такая вот еще есть камера вот, кнопка камера, сейчас запустим камеру длительным касанием, значит, камера запускается, фокусировка тоже происходит с помощью длительного нажатия, сейчас сфотографируем еще вот так вот ну, фотографии хорошие делать, у меня перед этим была Соника Иксперия В, ну, я хочу сказать, что на ней фотографии все же получается лучше, там, где у нас миописелек, ну, там, и телефон, конечно, понаряднее будет, ну, в принципе, здесь для нас с миописелек вполне неплохо учитывая то, что сейчас я такое неслабое освещение делаю снимки получился снимок получился неплохо так, чтобы нам еще здесь посмотреть такого интересненького так, это тут обновление висит у нас доступно обновление пришло по воздуху, как только подключил Wi-Fi да тоже есть система вакуум ауе там, бум, камера, FM-радио есть можно даже заглянуть, попробовать под крышечку ну, еще не открывать так, как же было открывать ага, вот только открывается, конечно вообще нет я их не увидел не знаю ну, ее здесь уже нет да, приходится открывать USB-шечку ну, ладно так, вон, здесь у нас разъем под сим-карту здесь, походу, микросим-карта и мини встроенный аккумулятор несъемный аккумулятор я не помню, насколько здесь ну, что-то где-то то ли две тысячи, то ли две десяти что-то такое, не помню так ну, что в принципе, тут внутри больше смотреть нечего микросд разъема нету в принципе, здесь и 32 гигабайта памяти вполне хватает вполне достаточно ага, вот как она снимается интересно прикольно я просто так как бы это объяснить делать свайпом таким вверх раз и она снимается удобно прикольно ну да ну, собственно, все посмотрели поклацали увидели спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания